Студия Репортер продолжает свою работу в прямом эфире. Меня по-прежнему зовут Виталий Хемий. Традиционно раз в два месяца мы обращаем внимание на экономическую ситуацию в Одесском регионе. Рад видеть, как всегда, по этому поводу Светлану Шталу, заместителя губернатора Одесской области. Здравствуйте, Светлана. Добрый вечер. Говорим о последних новостях. Не так давно, когда готовился к программе, наткнулся на сообщение на портале обл. госадминистрации в фейсбуке о росте экономических показателей. Не всем, кто читает портал, понятно. Не все владеют экономической терминологией. Расшифруйте, в чем же Одесская область выросла за последние несколько месяцев и почему мы должны положительно воспринимать эту информацию. Спасибо большое, что обращаете внимание на цифры. Это действительно достойно уважения, потому что цифры отображают, по большому счету, нашу реальность, в которой мы находимся. И позволяют сделать анализ, позволяют обратить внимание на какие-то более узкие места или, наоборот, подчеркнуть то, чем мы можем гордиться. Вот я хочу сказать, что последние цифры, которые вы увидели, это опубликованные статистические данные за 2017 год. Опубликован валовый региональный продукт, что означает сбор всех основных экономических показателей. И следует отметить, что за 2017 год эти показатели в сумме дали 6,6% роста по Одесской области. Это очень важный показатель, потому что в среднем по Украине валовый региональный продукт характеризуется показателем в 2,5%. И это означает, что Одесская область на 4% по большому счету больше выросла, чем вся Украина. И это выходит из составляющих частей, из компонентов этого индекса, которые говорят о том, что у нас повысился объем строительных работ, у нас повысилось промышленное производство, у нас повысились капитальные инвестиции, у нас повысилась розничная торговля. Это наш торговый баланс, который позитивный и который на сегодняшний день рост экспорта у нас за прошлый год составляет более 19%, и сейчас мы видим его еще увеличение. То есть это те показатели, которые обязательно характеризуют все развитие в целом нашего региона. И следует отметить, что мы входим в лидеры по Украине по сравнению с другими областями, по некоторым даже демонстрируется небольшой, незначительный, но спад. Поэтому мы строимся быстрее, чем вся Украина, мы вкладываем больше капитальных инвестиций, чем вся Украина. Я приведу вам несколько цифр. Мы сейчас говорим о показателях 2017 года, то есть то, что было опубликовано ГОСТА, там они с опозданием публикуют эти показатели. Но в то же самое время, если строительные работы у нас, например, более 30% по области, а в среднем по Украине этот показатель 18%. То есть мы видим значительный такой серьезный рывок вперед и серьезный прогресс. Естественно, мы увидим это, как это отразится на нашей экономике спустя некоторое время, потому что оно так не работает. То есть, что вот сегодня мы построили, ввели в эксплуатацию мощности и побежали выпускать продукцию. Нужно найти рынки сбыта, нужно обязательно наладить, отладить организационные моменты, процессы. Очень много предприятий на сегодняшний день заявляют о своем, так сказать, намерении расширять свой бизнес. Буквально сегодня мы встречались с представителями Европейской бизнес-ассоциации. Это был такой диалог, очередной формат диалога с властью. Мы разговаривали о отмене моратория на проверки, о таком государственном регулировании, о том, как это будет дальше происходить взаимодействие с контролирующими органами. И вот интересную статистику привела бизнес-ассоциация. Они говорят о том, что они провели опрос, и 34% опрошенных считают о том, что бизнес-климат в Одесской области улучшился. А еще 48% считают о том, что бизнес-климат стабилен, и вместе это говорит о том, что огромный удельный вес нашего бизнеса в принципе благоприятно воспринимает вот такие изменения и настроен позитивно, настроен на работу, настроен на конструктивный диалог. И отмечают усилия, в том числе и областной государственной администрации, в том, чтобы сформировать очень понятные и приемлемые для всех условия. И в то же самое время наш губернатор Максим Степанов все время говорит о том, что бизнес – это священная корова, которая в обязательном порядке, мы должны для них создавать все условия, потому что они платят нам налоги. Это наш источник, это наши доходы нашего областного бюджета. Вы как раз рассказали о предприятиях, которые пытаются расширить рынок сбыта. Я традиционно спрашиваю вас о том, какая средняя температура по палате, как работает наше предприятие, чем радует. Вот на примере одной из последних командировок, это в Лиманский бывший Коминтерновский район, мы, помните, посетили производство по изготовлению колбас. У вас есть, я так понимаю, что не только у этого производства еще какие-то, может быть, проблемы, вопросы, как не объять необъятное, покорить, по крайней мере, что-то дальше, чем Адетская область. Не все преодолевают преграды. Может, есть какая-то памятка, как вести себя, если хочу с продукцией выйти дальше, чем Адетский магазин? Была бы памятка, знаете, все бы уже были, каждый бизнес, он уникален, каждая технология и каждое производство, это всегда так интересно, захватывающе, потому что каждый старается для себя простроить таким образом свои процессы и свои управленческие какие-то решения для того, чтобы заработать максимальную прибыль, естественно, это же главная цель бизнеса. Поэтому уникальной какой-то памятки не существует, и поэтому такой своевременной и такой важной является инициатива по созданию центра поддержки экспорта в Одесской области, инициатива Максима Степанова, которая будет нацелена именно на расширение рынков сбыта нашего среднего и малого бизнеса. Ну, конечно, в основном среднего, потому что там требуются определенные условия, требуются определенные сертификации и так далее, и так далее. Мы должны видеть своих партнеров, мы должны понимать, на какой рынок нам надо выходить и с каким продуктом, мы должны оценивать полностью все риски, мы должны понимать, как мы правильно или как максимально эффективно оформить документацию, мы должны правильно простроить логистические цепочки. Ну, то есть куча нюансов, о которых необходимо подумать. И предприятию, которое никогда этим не занималось и никогда этого не делало, это будет сделать очень трудно. Именно с этой целью мы считаем, что это будет практическая такая коммуникация, да, то есть это будет практическая поддержка. Это не будет просто на поговорить или это там спасибо, что вы там обратились, обращайтесь еще. Это будет реально нацеленная работа вместе с предприятием, как правильно им простроить маркетинговую стратегию, на какие рынки им следует обратить внимание. Это будет связь, коммуникация через посольство, это будет коммуникация через торгово-промышленные палаты. Я думаю, что таким образом мы действительно имеем уникальный шанс. У нас в Украине очень много возможностей, очень много вещей, которые можно использовать гораздо более рационально. Мы почему-то считаем и уверены в том, что нам никто не будет рад и все двери для нас закрыты. Это совершенно неправда. У нас сейчас достаточно, ну, как бы печально это ни было, низкий уровень заработной платы по сравнению со всем миром. Даже в Китае средняя заработная плата около 600 долларов и продолжает увеличиваться, да, 600+. Поэтому мы интересны и с точки зрения низкой себестоимости и высокого качества, достаточно высокого качества своей продукции. Нам необходимо лишь понять, что это за рынки, нам необходимо составить маркетинговую стратегию и нам необходимо правильное оформление документов. Я думаю, что с этой задачей наш центр поддержки экспорта справится. Совместно с ВТО, которые согласились выступить с организаторами нашего такого проекта, мы планируем в конце осени уже продемонстрировать, как это будет работать. Ну, мы в Нейферах говорили о предприятиях, которые никогда с этим не сталкивались, мы сейчас с оформлением документации, а есть предприятия на экспорт, есть предприятия, которые мы можем в плюс привезти, которые, в принципе, готовы, и продукт у них качественный, и выдержит все сроки доставки хоть в Азию, хоть в Африку. Одесская область большая, почему нет? Ну, меня не перестают радовать наши предприятия, такие как Витмарк, такие как другие предприятия пищевой промышленности, они достаточно неплохо показывают динамику, они показывают свое желание и стремление открываться и показывать качество своей продукции, чтобы его оценили по достоинству и потребители во всем мире. Ну, в то же самое время, действительно, им иногда порой не хватает какой-то информации, им не хватает поддержки со стороны того же государства. Вот как мы знаем, да, как к нам приезжают представители компаний из других стран, они всегда приходят со своим послом, и посол их презентует, рассказывает, какие они прекрасные, какие они чудесные, почему надо купить именно у них. Мне кажется, что мы должны заниматься именно тем же, мы должны продвигать своих производителей на другие рынки и максимально в этом им способствовать. Вот, к примеру, приведу вам один пример. На прошлой неделе мы подписали меморандум с немецко-украинским фондом. Это фонд, который в основном капитале, у которого есть правительство Германии, украинское правительство и Национальный банк Украины. Этот фонд предлагает кредитный ресурс под 15% годовых в гривне. То есть это достаточно интересное предложение. И вот сегодня тоже на встрече с предпринимателями это было им озвучено. Им также было озвучено возможности участия в выставках, о которых мы договариваемся. Это бесплатно для предпринимателя полностью. Впервые будет в Китае проходить выставка импортеров. Китай открывает двери для импортеров. Пользуясь случаем, хочу пригласить еще раз всех заинтересованных участников, кому интересен рынок Китая. Мы понимаем с вами о том, что это будет экономика, которая будет очень активно развиваться и расти. Это огромный рынок потребления. И им необходима продукция. Вот впервые они открывают двери для импортеров. В ноябре будет проходить эта выставка. Областная администрация приглашает всех, кто нацелен на этот рынок. Мы готовы вам помочь, поучаствовать и представить себя на достойном уровне. Мы говорим сегодня о предприятиях, о предприятиях, которые работают в законном русле, платят налоги. Один из последних выездов губернатора, выездных аппаратных совещаний было как раз посвящено наполнению бюджетов через посредством оплаты налогов. Было очень много замечаний к районным администрациям, к земельным, я их называю олигархам, к фермерам, которые недобросовестно выполняют свои обязательства. Не так, как это делают, допустим, те же предприятия, которые платят налоги. Есть проблемы, по-моему, их уже должно было не быть. Все должны понимать, что если платишь налоги, ты живешь в нормальном районе, тебя благодарят твои земляки. Есть дороги, есть школы, есть сады, нормально работают предприятия. Приезжают какие-то зарубежные гости, возможно, инвесторы. Но в некоторых районах не поняли, что нужно так работать, насколько я понял, по реакции губернатора в том числе? Ну, смотрите, мне кажется, реакция абсолютно правильная и справедливая. Но так должно быть. Если существует у нас децентрализация, и если местные бюджеты получают дополнительный ресурс, вот, кстати, за полгода это около полтора миллиарда гривен дополнительного ресурса от децентрализации. И, естественно, когда мы видим показатели, что у нас из больше чем 400 местных бюджетов выполнили свой прогноз, свой план 91%, и 34 местных бюджета не выполнили, то есть план, доходную часть, то, естественно, о какой расходной части мы можем говорить. Понятное дело, что после таких вещей следуют санкции. Если мы видим о том, что у нас реализуется право аренды на аукционе, который проводит Госгиокадастр, в прошлом году эта процентная ставка средняя по области составила у нас больше чем 11%, кстати, за эти полгода, которые 2018 года, это уже больше чем 14%. И тут же мы видим рядом участок земли, просто через дорогу, например, и в том же населенном пункте, тот же сельский совет, и тут 3%, а тут по аукциону 11% либо 14%. Ну, естественно, это резерв наполнения доходов местного бюджета. Ну, естественно, здесь получается несправедливо. Ну как, необходимо проводить работу, необходимо принимать меры, необходимо общаться, разговаривать. Эти договора просто не пересматривались длительное количество лет. Ну, понятное дело, что районная администрация должна проявить инициативу. Мы сейчас работаем по средней заработной плате, да, то есть средняя заработная плата по определенным категориям у нас тоже оставляет желать лучшего. То есть мы проводим работу, говорим с розничными сетями о том, что уважаемые, не может быть такое, что Одесская область по розничной торговле занимает четвертое место, а по уровню средней заработной платы в этих сетях она плетется где-то в хвосте. И я хочу сказать, что действительно и сети идут навстречу, и мы коммуницируем, мы находим компромиссы, мы подписываем с ними соглашение о том, что вот, ну, то есть постепенно мы приходим к уровню среднему тому, который среднеукраинский, среднегосударственный, среднеобластной. Потому что большое количество сотрудников, уровень зарплаты на уровне минимальный, и, естественно, мы видим, как наш НДФЛ, то есть наши бюджеты недополучают вот этот ресурс. Все еще и потому, что некоторые руководители даже не знают, что такой термин, как инвентаризация земельных, вообще всех этих площадей, я знаю, что в Саратском, Альбанском районе с этим проблем чуть меньше, а в других районах запустили этот процесс, даже не знают, что уже 21 век на дворе, и можно все просчитать, не один гектар земли, а земля это по-прежнему главный источник наполнения, потому что это, мне кажется, именно так, и безграмотное обращение с этим источником приводит к тому, что у нас некоторые районы только митингуют, жалуются и с нулем в казне. Ну, мне видится так. Ну, у нас, если говорить про доходную часть, 51% это все-таки НДФЛ, это заработная плата, и около 13-15% это плата по земельным вопросам. Но когда вот не работают, то ощущается? Ну, это большой ресурс, вы тут абсолютно правы, это действительно большой ресурс, и это, ну, учитывая земельный фонд, учитывая то, что Одесская область, это самая большая географическая протяженность и самая большая по площади область, поэтому мы видим в этой работе скрытые резервы, и это обязательно нужно делать. Раз уж мы говорим о зарубежных партнерах, зарубежных делегациях, которые регулярно приезжают в Одесский регион, опять затрагиваем тему инвестиций, мы должны напомнить или зрителям, что инвесторы это не благотворитель, это человек, который не просто оставил условные 100 долларов, пользуйтесь, я уехал. Это человек, который как бы все делает с пользой и для того места, куда он вкладывает, и, наверное, как бы для себя. Как проходят диалоги с такими людьми, Одесская область наверняка интересна. Ну, да, следует отметить, что мы стараемся, чтобы любая наша встреча, вот каждая встреча, которая у нас проводится, она была максимально эффективной и результативной. То есть это не просто должна быть там встреча в пиджаках, мы встретились, пожали друг другу руки, разошлись. Мы стараемся обязательно, чтобы каждая встреча приносила эффект, будь то грантовые программы, социальные направления, культурные обмены. То есть в связи с, допустим, некоторыми условностями и особенностями, на сегодняшний момент мы все еще в процессе, но вот мы начали, возобновляем эти международные связи, и на сегодняшний момент у нас в процессе подписания 5 меморандумов с разными регионами. Это Латвия, это Италия, это Словения, это Китай, опять-таки провинция. То есть это те, скажем так, неиспользованные возможности. Они все хотят с нами сотрудничать, они видят нашу активность, они видят результаты, видят эффект. Я также хочу отметить, что за последний месяц, в течение последнего месяца, мы подписали меморандумов по альтернативной энергетике порядка в Лиманском районе 270 миллионов евро, и в Белгороднестровском районе зашел инвестор на 240 миллионов евро. То есть мы понимаем о возможностях Одесской области. Она, кстати, по всем показателям находится в топе среди всех остальных областей Украины. И я уверена просто в том, что мы еще не до конца раскрыли свой потенциал. Если таким образом поработать достаточно длительный период времени, мы можем просто, я даже не представляю, это будет безумный прорыв. Я очень искренне верю в то, что наша переработка, наша промышленность, вот наша альтернативная энергетика, это те, и туризм обязательно, обязательно туризм. Это те точки, от которых мы должны отстраиваться. Это то, что приносит деньги, это то, вот туризм, это абсолютно вообще уникальные истории, которые приносят легенды даже, да, кто делает деньги, другие страны делают деньги на каких-то непонятных вещах. Это не регионы, а в Украине. А у нас, ну конечно, а у нас мы имеем такие фантастические природные ресурсы, такую потрясающую Белгороднестровскую крепость, такой уникальный Куяльнинский лиман. Послушайте, ну это же просто огромные деньги, которые бизнес может вкладывать, и которые привлекают сумасшедшее количество туристов. Мы говорим о возможностях Одесского региона, да, безусловно, они внушительные, уникальны. Одесский регион также известен своими, ну, может, не черными ящиками, но такими загадочными объектами, тоже с точки зрения экономического развития важными. Сейчас забываю вас спросить, потому что неясна ситуация с Одесским припортовым заводом. Как не обращаемся к руководству, вот есть на Фейсбуке несколько каких-то фраз, работаем, не работаем, довальческая схема, эффективна, неэффективна, цена падает, ну, люди как-то вот работают, вроде бы социальные гарантии все предприятия выполняют. Какое будущее ждет этот стратегический, безусловно, для Юга Украины, все еще стратегический объект? Ну, я хочу сказать, что мы на контакте с руководством Одесского припортового завода, но мы здесь скорее просто как дружеское плечо, потому что орган управления у нас определен, и фонд госимущества на сегодняшний день пытается выставить Одесский припортовый завод на приватизацию. То есть мне кажется, что вся проблематика в той довальческой схеме, она недостаточно эффективна из-за определенных сбоев в работе, либо непоставки сырья, либо и так далее, и так далее. Когда есть уже понимание, есть будущее, и можно строить хотя бы план на краткосрочную перспективу, думать про модернизацию производства, думать про рынки сбыта, а не, знаете, как сидеть на пороховой бочке и думать, а закроется производство, или будет довальческое сырье, или по какой цене это будет. Ну, то есть важно определиться с собственником предприятия, это во-первых. А во-вторых, то, что он работает, не работает, ну, это конкурс, который, как вы знаете, наверное, был объявлен очередной конкурс, и речь идет о том, что предприятие будет запущено по довальческой схеме снов. Будем следить за работой Одесского припортового и других предприятий, будем желать обязательно успеха и процветания, и будем надеяться, что в последних приятных новостях будем слушать именно от вас, Светлана. Спасибо за всю, мы серпировали экономическую информацию. Оставайтесь на репортере, берегите себя, до новых встреч в эфире, всего доброго.